Здравствуйте, уважаемые земляки! Представляю вам следующего гостя. Это Бадма Катинович Салаев. Бадма Катинович Салаев у нас является доктором биологических наук, анедатом педагогических наук в настоящее время, ректор Калмыцкого государственного университета. Бадма Катинович является кандидатом в депутаты народного хуэлла по Калмыцкому одномандатному округу номер 4. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас очередной гость. Это кандидат депутата по Калмыцкому избирательному округу номер 4 Бадма Катинович Салаев. Бадма Катинович Салаев. Медот, медот, медот. Вот, честно сказать, с Бадма Катиновичем мы уже недельки-две назад договорились дать интервью, Бадма Катинович. Мне приятно то, что вы с удовольствием согласились. Но поскольку была приемная комиссия, Бадма Катинович взял время. Как прошла, кстати, хотел бы послушать, сколько людей поступило. Пользуются ли также востребованностью наш университет? Ну, безусловно, я хочу тоже в свою очередь поблагодарить вас, Санал, за то, что вы пригласили на эфир, поскольку есть такая народная поговорка, говорят так, кельхля югарна, зорхла зорхснагарна. Поэтому темы и вопросов очень много. И поэтому мне кажется, что для того, чтобы обсуждать и быть в будущем событий, одно из ярких таких и важных событий, прежде всего в жизни наших абитурентов, родителей, это, конечно, поступление. В этом поступлении это выбор университета и очень волнительный момент для наших как раз выпускников школ республики. И, конечно, для всех университетов это действительно ответственный момент, когда абитуренты выбирают университет, выбирают то ли направление. Поэтому очень важно оказаться рядом, рядом с точки зрения встречи с родителями, встречи с абитурентами, для того, чтобы можно было бы посоветовать, разъяснить, потому что право выбора остается, безусловно, за абитурентами, но быть рядом для того, чтобы дать информацию, из этой информации, безусловно, каждый черпает для себя и принимает решения, очень важно. Поэтому эти дни действительно были очень насыщены. То есть, воеврена поддержка. Да, очень насыщены были. Но надо сказать, что в целом мы эту работу, этот этап завершили. И вчера, то есть с 4 августа, а точнее с 4 августа по 9 августа на территории всей Российской Федерации, во всех вузах России идет зачисление. Причем, почему такие даты или сроки определены с 4 по 9 августа? Время отводится для университетов. И по мере предоставления документов, по мере представления оригиналов, по мере наполнения групп идет или предоставлено право зачистения. Но я хочу сказать, что, причем с гордостью, для нас, я имею в виду для коллектива нашего университета и для ребят, тех, кто выбрал, потому что это сильно сложно находиться в ожидании, ведь для абитурента. Поэтому вчера, 4 августа, нам было выделено Калмыцкому университету, а точнее мы на конкурсной основе получили право, и нам предоставлено было 1229 бюджетных мест за счет федерального бюджета. И мы вчера на 100% на все направления, 100% зачислили студентов в наш Калмыцкий государственный университет. При этом, что очень важно, что поступающих, а точнее желающих, у нас в этом году было более 5000, то есть в среднем конкурс на каждое направление, 5 человек на одно бюджетное место. Ну понятно, позиции есть лидирующие, как всегда, где юристы на юристское направление, а точнее на факультет управления права претендовали 18 человек на одно бюджетное место. На государственном муниципальном управлении 16 мест. Ну это, наверное, очень хорошо, потому что и юристы, и управленцы сегодня как никогда актуальны темы, они нужны, безусловно. Но порадовало что? Порадовало, что большой конкурс, у нас более 10 человек подали документы в факультет математики, физики, информационных технологий, даже на направление математика, прикладная математика, информатика. И конкурс составил по 10 человек на одно бюджетное место. Это важно, что туризм, я говорю, очень важно, когда отклики, отзывы у ребят, и быстро они реагируют на востребованное направление специальностей. И вот тому яркое подтверждение, что на направлении туризм в этом году у нас конкурс составил 8 человек на одно бюджетное место. То есть подотребность такая? Да, огромная. И ребята, видимо, это очень хорошо понимают и осознают. И очень важно, что мы, я имею в виду, Калмутский университет, вовремя и своевременно на это реагируем и открываем, а точнее лицензируем новое направление. И так говоря сегодня о очень важном ответственном моменте, я действительно неоднократно на это говорил, акцентирую внимание на ответственный момент, потому что вот волнение родителей и волнение детей, наверное, сложно это все передать, потому что это прежде всего им это зримо и это они понимают. И очень важно поэтому эту компанию, эту организовать эту работу, профориентационную, разъяснительную работу. И в итоге, вот как результат, вот подытоживаю, я хочу сказать первое, что 4 августа, то есть вчера, прям вот сразу, 100% мы зачислили на все бюджетные места студентов нашего университета. Вот это первое. Это 1220 человек? 29 человек. 29 человек. Студент. Да, студентов. Первого курса. Да, первого курса. Да, даже вот новые, новые, молодые люди придут в нашу университету. Это вот первое. Второе, принципиально важно, я на это особо хотел обратить внимание, что мы в этом году работу такую ввели, ввели на предмет того, чтобы этими федеральными местами, бюджетными, даже бюджетными местами воспользовались прежде всего жители нашей республики Калмыкия. Я хотел вопрос задать. Да, и вот 90% в этом году, а точнее чуть более 90%, 90,3% из числа поступивших, это жители нашей республики Калмыкия. Мы с особой гордостью об этом говорим. Ну вот здесь? Да. Потому что вот когда мы говорим, пользу мы приносим, помощь оказываем. Это мой вопрос, 93% бюджетных мест, я считаю, что это. Да, это прям очень хорошо, потому что это ребята наши поступили. И нам очень важно, что нам верят, нам доверяют коллективы Калмыцкого университета и идут к нам. Значит, это говорит о том, что мы сегодня встраиваем и открываем новое направление с учетом потребностей, желаний, конкурентоспособности сегодня, я имею в виду специальности. Следующий момент, и говоря сегодня о конкурсном наборе, очень важно, а приезжают ли к нам из других субъектов Российской Федерации? Тоже хотелось. Да, это же задача такая, что мы должны как университет транслировать себя, сегодня выполняя, ну, скажем так, государственную, федеральную задачу, чтобы приезжали к нам из других регионов. Да, в других регионах. Да, в этом году подали документы из 44 субъектов Российской Федерации. При всем том, что у нас учатся из 34 субъектов Российской Федерации. Какие направления, какие факультеты у них? Ну, вот направления всех, почти все, значит, надо сказать, что больше всех идут, конечно, на лингвистику, идут на зарубежное регионоведение, идут на восточные языки. Это очень привлекательно. Китайский, корейский, монгольский языки, это вызывает огромный ажиотаж, интерес у ребят из других регионов и регионов. Из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья в этом году, в том числе, стали студентами из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Но мы в итоге планируем, что это будет порядка, наверное, 70 человек. В целом на все направления придут к нам. Но там еще поток идет те, кто планирует поступить на договорной основе. Ведь мы сейчас, у нас до 20 августа еще идет прием на договорной основе. Вот на сегодня уже мы завершили, вот подытоживую хочу еще раз сказать, что первое, мы прием завершили прям своевременно, вовремя и сразу. Почему? Потому что, а, был большой поток 5000 заявлений, 5000 человек, желающих, это один момент, поэтому это позволило сразу отобрать, значит, второй момент, география представлена, это субъекты Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья. Третий для нас принципиально важный вопрос, что 90% это жители республики Калмыкия. Вот эти все ключевые вопросы на сегодня решены. И четвертая позиция очень важна, это средний балл ЕГЭ, потому что средний балл ЕГЭ сегодня определяет все-таки, это российский показатель, определяет качество поступивших сегодня. Если в прошлом году, по итогам прошлого года у нас был средний балл ЕГЭ по итогу зачисления 65 баллов, то в этом году это было уже 75 баллов, поэтому прям на 10. Потому что желающих абитуриентов нам идти с высокими баллами, еще раз свидетельство о том, что с высокими баллами идут, идут осознанно, потому что если шаг допустимый, мы планировали, что будет где-то на 2 балла больше, это нормальный российский показатель на 2 балла. То есть мы полагали, что если в прошлом году было 65 баллов, ну максимум, прям идеальный вариант был бы, если было бы 68 баллов. А у нас в итоге оказалось 75 баллов со средним баллом ЕГЭ. Поэтому, если подытожить эту часть, хочу сказать, что пришел качественный, организован качественный набор, соосознанный набор, ну и наша задача нашего коллектива университета все сделать для того, чтобы оправдать доверие этих молодых людей. Я вас поздравляю с заключением вступительной кампании. Вступительные кампании, вступительные экзамены проходили, испытания проходили в том числе. Вы у нас кандидат по Калмыцкому избирательному округу номер 4. И я стараюсь в начале своего интервью, чтобы сам кандидат разъяснил, что это за территория, что относится, сложное, несложное, может быть вы уже ходите, может быть вы уже встречаетесь. Кстати, да я подписался на ВКонтакте, и у вас довольно-таки много людей приходит, даже скамейки ставят. Ну, действительно, вопрос сегодня, тоже говоря сегодня о важных событиях, вот мы сказали о важном событии в нашем в целом Калмыцком университете, Республике Калмики, все-таки университет у нас один, и это действительно является достоянием сегодня нашей республики, многонационального народа нашей Республики Калмики. Ну и рано так же, как и вот мероприятия, события, это выборы депутата Народных Урал, парламент Республики Калмики, законодательное собрание, это является тоже очень важным, да, высшим законодательным органом, очень важным моментом, поэтому этапом вернее. Поэтому, как вы знаете, в этом году было инициировано и главой Республики Калмики, Бату Сергеевичу Хасиковым, именно утверждение сегодня в организации дневных выборов по одномандатным округам, 17 одномандатных округов. То есть изменения избирательной системы? Да, 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 изменения. Это понимает, давайте к округу объясним. Хорошо. И вот на примере округа, ну мы первое, что мы увидели, мы это слышим, это нам всегда очень важно, что, ведь каждому из нас, сразу вы подтвердите, важно мнение людей, желание людей. И вот во время наших этих встреч, встреч, которые мы проводим или провели и будем проводить в том числе, очень важно, что сегодня избиратель говорит осознанно о том, что этот формат, формат одномандатных округов, очень важный, потому что одномандатный депутат, то есть по одномандатному округу это право, когда задавать вопросы, ставить вопросы, требовать вопросы, советовать в том числе, это очень важно, и в том числе ответственность самого кандидата. Есть кто отвечает за эту территорию? Конечно, и знает куда идти, кому идти, кому задавать Да, и это один формат. И второе, с одобрением говорят сами избиратели, что в части инициативы внесения изменений в закон о том, что будет отчетность практически самого депутата избранного, это очень нормально, живой такой разговор, это данное общение. Вот в чем, в общем-то, большая иногда, или зачастую проблема, проблема заключается в том, что чем чаще и быстрее и ярче мы будем встречаться, общаться, тем больше мы понимаем, какие вопросы, а их много может быть. Что у вас происходит? Составляет 2300 человек проживает в нашем округе. Сегодня округ большой, это первый. Компактная территория. Конечно, да. Но при этом надо сказать, что округ, который требует особого внимания к себе. Особое внимание, особенно это 3-4 микрорайон. Поскольку мы все помним и знаем, что 3-4 микрорайон это застройки еще полувековой давности. Да, полувековой давности. И поэтому, поскольку понятно, что изношенность происходит, я имею в виду, начиная от главных магистралей, в том числе, инфраструктуры. И поэтому эти вопросы являются актуальными. Значит, мы провели ряд встреч, и практически я встречаюсь с избирателями каждый в неделю по 3-4. 4 раза организованные встречи мы проводим организованные с точки зрения того, что мы приглашаем на встречу, но и право каждого прийти. И вот надо сказать, что на встречу проходит действительно, вы вот обратили внимание, проходит охотно, проходит достаточно большое количество людей. По сравнению с другими, вот я смотрю, извините, перебью, смотрю других кандидатов, там 5-6 человек приходит, а у вас там даже скамейки выносят стоять специально, человек по 30-40. Нет, у нас больше. Даже больше? Да, вот у нас встреча была на 4-м микрорайоне, где привокзальная площадь, там принимало участие 128 человек. Вот вчера я был на 10-м микрорайоне, встречался на 10-м микрорайоне с избирателями, было 111 человек, мы пришли на эти данные встречи. Что люди говорят, что очень важно. Какие наказывали? И важно, знаете, что, да, важно очень, важно следующее, ведь мы в части вот организации встреч, встречи, а ради встречи они абсолютно не нужны. Встречи они должны носить, безусловно, скажем так, определение приоритетных задач или задачи, которые надо решать сегодня. То есть условно, скажем так, есть вопросы, которые надо прямо сейчас и оперативно решать, есть вопросы и проблемы, которые требуют среднесрочной перспективы до 3-х лет, и есть стратегически до 5 лет на период его избрания кандидата. Поэтому вот мое личное видение как кандидата, я об этом говорю и излагаю перед нашими избирателями, о том, что моя позиция такова, что стихийности не должно быть, стихийности не должно быть, а должна быть, как всегда, системная работа, и вся программа должна быть отдельно разработана. Мы к нему уже приступили к разработке программы развития 4-го округа, поскольку я выдвигаюсь как кандидат, это мое видение сегодня, оно может быть спорным, оно может подвигаться корректировки, могут его не принимать, но поскольку я в статусе кандидата, то я во время встречи излагаю, что мое видение комплексного, системного подхода, и это должна быть разработана программа развития округа. Причем в этой программе четко должны быть определены три этапа, это среднесрочные, то есть это до одного года, это до трех лет и до пяти лет. На другом депутатстве. Да, до пяти лет. Даже если вот в идеальном варианте, даже если 50% из тех вопросов, которые сегодня поднимаются блоком, будет решено за пять лет, если я сам, как избиратель, на моем округе это произошло, я был бы благодарен, что это изменилось. Если больше, это вообще идеальный вариант, к чему надо стремиться. Это вот второе, о чем я хотел бы сказать, о подходах. Третье, вот вы задали вопрос, какие вопросы поднимаются. Вот за эти встречи, за вот период встреч, а впереди еще достаточно много встреч, поступило, поступило, мы его обрабатываем, мы его информируем, наших избирателей, поступило около трехсот предложений. Около трехсот. Но когда цифра звучит, конечно, огромная, большая, но мы, говоря сегодня о системе, ведь всегда нужно систематизировать все эти вопросы, проблемы, которые поднимаются. Мы его систематизировали, сгруппировали, и у нас получилось семь блоков, или семь, говорим, семь блоков, семь направлений. Сем направлений, по которым есть проблемы, пожелания. Да, если его сгруппировать. И что важно, и я бы сказал, что даже приятно, наверное, с точки зрения того, что избиратель-то, он очень, так скажем, тактически или стратегически даже мыслит. Потому что на первый план из всех тех вопросов, которые выносятся, мы вывели, как отдельный блок решения вопросов, это строительство или реконструкция детских площадок и спортивных площадок. Потому что население сегодня, бабушки или дедушки, мамы или папы, в первую очередь, как всегда, говорят, говорим мы, вот и говорят же, Бахчуд Манайричи. То есть дети — это наше будущее, и поэтому в первую очередь уделяется внимание, ставится эта проблема. Поэтому мы сейчас в эту программу, я имею в виду, по округу, планируем или рассматриваем и обсуждаем в том числе с приглашением и в том числе представителей общественных организаций, исполнительной власти, обсуждение того, чтобы эта задача была решена по округу на протяжении, ввести его в программу. Нам видится, что это должно быть около 10 площадок, спортивных и игровых площадок. Причем мы даже территориально сейчас уже вместе с домкомами, примерно домкомы предлагают, где. Домкомы тоже участвуют сами. Да, в каждом доме невозможно понятно это все сделать, и все это осознают и понимают. Вот комплексно объединенный между четырьмя-пятью домами этот комплексный подход должен быть. Второй блок темы, который сегодня сами наши избиратели говорят, и мы это видим, потому что встречи прошли, несколько встреч на четвертом, несколько встреч на третьем, несколько встреч прошло на десятом микрорайоне, на пятом микрорайоне, и этот срез мнения показывает в целом, что второй блок уход – это дороги. Причем дороги не магистральные, поскольку, допустим, на четвертом, пятом микрорайоне сейчас идет дорога устроиться, на Рогчинского, то вопрос возникает уже междомовые и тротуары в том числе. Они требуют отдельного внимания. Поэтому мы сейчас пытаемся вместе с органами исполнительной власти в том числе выстроить эту картинку сегодня. Понятно, что там нужны большие деньги, особенно с дорогами и так далее, но участие в федеральной программе, участие в том числе в рамках региональных национальных проектов, которые реализуются, и муниципальные в том числе, эти проблемы должны ставиться сегодня и искать варианты решения. И третий блок, чтобы не дальше детализировать, третий блок этой темы выходит – это уличное освещение. Уличное освещение, особенно это междомовые, это не в домах, потому что там все-таки это функция к управляющей компании, там тоже по вопросу есть, но прежде всего это площадки общего пользования сегодня, территории общего пользования. И, конечно, вот таким образом мы определили для себя, я, вернее, по крайней мере, как кандидат вижу, это по 7 блоков. 7 блоков, 7 направлений. То есть это то, чем вы будете заниматься? Да, системно. Да, системно. Исходя из этого, мы уже, безусловно, не просто принимаем эти предложения, мы сейчас проводим, встречаемся. Вот сегодня была встреча с представителями, в том числе и исполнительной власти, на предмет обсуждения и поиска решения этой проблемы. Проблемы есть сегодня, но, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Можно просто констатировать факты, но не решать. Либо просто говорить о них, но не пытаться эту задачу решать. Но я свою роль, прежде всего, вижу, если люди верят и доверяют, то, конечно, надо максимально делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Даже если это не получилось, ведь каждый избиратель, он видит, житель видит. Если человек старается, стремится и так далее, даже если не получается, то он понимает, что было движение вперед. Да, человек работает. Да, в этом плане, таким образом, мы, говоря сегодня о выборной кампании, идем системно программу первую, опять завершая эту часть, я хочу сказать, первую. Вот мое личное видение, это должна быть комплексная программа. Вот почему раньше, в советское время, я тоже застал же период времени, был госплан. Почему планирование было на 5 лет, госплан планирование. Вот мы примерно говорим, вот на 5 лет, это должно быть вот это видение, его и все эти пожелания надо накладывать в эту программу. И причем вот разделить его, мы его условно разделили на 7 блоков или 7 направлений. То есть, тратимически будете решать? Да, и еще две ключевые задачи, это которые касаются в целом, вообще интерес, который вызывает сегодня, и интерес с точки зрения вопроса, постановочных вопросов, это проблема и вопрос Колонского пруда сегодня, это благоустройство Колонского пруда. И поэтому в понедельник уже будет тоже одно из рабочих совещаний, куда мы попросили, я как кандидат только могу просить, пригласил в том числе ряд министерств и ведомств и города Элиста, в том числе и руководство города Элиста. Скорее всего, это будет на базе города Элиста, я имею в виду руководство города. О том, чтобы мы эту тему сегодня приступили к ее обсуждению. Да, и потом, ведь есть сегодня федеральная программа, в рамках которой по благоустройству территории, и вот конкурс, который сейчас в малых городах объявляется, и вот город сейчас и Городовиковск выиграл, почему эта территория не может претендовать в том числе, и поэтому необходимо приступить уже к разработке, к обсуждению и к решению этих вопросов. Чудо не произойдет, понятно, я на этих встречах говорю, но стремиться надо, двигаться надо, надо стучаться в двери, надо идти, продвигаться в этом плане. И вторая тема, которая сегодня, скажем так, вызывает общий интерес, это, конечно, территории, которые должны быть благоустроены на третьем, четвертом микрорайоне. С точки зрения, ну я имею в виду, допустим, парк, какой прекрасный парк на седьмом микрорайоне, где кинотеатр «Октябрь» у нас, да, парк «Обеда», да. И такой аналогичный парк, где-то для благоустроенной, должен быть как для детей, так самое главное, и не надо об этом забывать, старшее поколение. Ведь у нас всегда традиционно, и была такая традиция... Ну, то есть в вашем округе вы хотите? Да, да, в нашем округе, только я в нашем округе говорю. Да, да, даже мы сейчас домкомами, жителями, там даже три территории уже предложили, вот вчера третью территорию предложили в десятом микрорайоне, там даже открытая площадка. Ведь почему, я говорю, территория, ведь проблема, если даже с землей была, остается где, да, а люди уже сами ведут, показывают, вот это место есть, причем она такая хорошая, большая, территориальная, территория огромная есть и так далее. Поэтому, вот, завершая, отвечая на этот вопрос, я хотел бы сказать или акцентировать внимание о том, что как, ведь опыт, в том числе, ведь мы приобретаем опыт, каждый из нас, да, видя, наблюдая. И вот даже на примере нашего университета, то, что мы, ведь не случайно мы в программу, попали в программу проекте 2030 в числе 100 университетов, потому что у нас была программа, программа, и более того, когда мы представили программу, и мы показали результаты этой программы, часть которой мы смогли своими силами сделать, а часть которой мы видим, что нам нужно федеральное финансирование и так далее. И вот, еще раз, это усиливает или укрепляет позицию с точки зрения того, что программно-целевой метод управления всегда был, был, и он и будет однозначно. Поэтому принцип таков, что должна быть программа развития территории, плавно, системно, надо двигаться вперед. Я, конечно, взял телефон и подготовил вопрос, но у нас немножко времени осталось. Вот один из вопросов я все равно хочу задать. Вот вчера в телеграм-каналах, да и в новостных лендерах, если прошла информация о том, что Батуш Сергеевич поддержал инициативу депутата Салаева и Михайлова о том, чтобы депутаты Народного хурала отчитывались перед своими избирателями. Однако, я хочу здесь с вами поспорить, поскольку в законе о статусе депутата Народного хурала есть такая статья 14, отчет депутата перед избирателями. Депутаты регулярно отчитываются перед своими избирателями, своей деятельностью, во время встреч с ними, а также через средства массовой информации. Депутаты обеспечатся необходимые условия для проведения отчета приема и встреч с избирателями. На примере, хочу сказать, я, ну ни для кого не секрет, я представитель коммунистической партии, и наши, как Николай Андреевич, руководитель, как другие депутаты, всегда выезжают в районы здесь и всегда едут отчитываются с депутатами. Не кажется ли вам, что это такой политтехнологический ход, поскольку в законе прописано, что депутат должен учитываться? Зачем делать масло масляным и тому подобное? Нет, здесь, наверное, я бы хотел бы расставить некоторые акценты. Да, действительно, статья есть, и вообще депутат, он народом избран, а слово народный депутат, и он по логике должен и обязан сегодня отчитываться перед своими избирателями, что, безусловно, делается. И, в том числе, лично я, выезжая по районам, встречаясь в районах, в том числе, выполняя и как ректор университета, и как депутат народного хурала, мы, безусловно, информируем о той работе, которую проводит народный хурал, и ту работу, которую проводит, или вопрос, который мы рассматриваем на заседании нашего социального комитета. Но здесь немного другое. Я хочу, чтобы выяснили. Я хочу, я поясню. Когда мы предлагали именно уточнение, усиление, уточнение, скажем, или закрепление, точнее, вот этой формулировки, ведь суть стоит в следующем, или задача стоит в следующем. Действительно, ведь первый принципиальный вопрос, когда мы все до сегодняшнего дня, то есть до этого этапа периода, избирательная кампания проходила по партийному списку. Партийный список, вот вы привели пример коммунистов или Единая Россия и так далее, выбирается по партийному списку. Предметной территориальной закрепленности ведь нету его. Если он отчитывается, то он отчитывается в целом или говорит, а точнее он даже информирует. Слово информирует и отчитывается разные вещи. И поэтому, когда мы говорим об одномандатных округах, он конкретно, вот слово именно отчет. То, что он обещал на округе, он должен за это отчитаться. Да, потому что там же вопрос возникает такой, если слово информировать и отчитываться, это же абсолютно разные вещи. Потому что он отчет может держать только перед конкретными людьми, которые ему это право дали и избрали его. И вот в этом заключается большое преимущество тех инициатив, которые сегодня было предложено и главой Республики. Там же две модели предлагаются либо полгода один раз, либо в год один раз. Поэтому на сессии Народного Курала, вот теперь уже новый состав, будет обсуждать, скорее всего, эту кратность. Я вношу инициативу по Куратану. Мы будем тоже сторонники того, чтобы... Потому что, ведь, знаете, чего не хватает, да, зачастую? Ну это же, вот даже, я просто сейчас, наверное, скажу на предмет того, чтобы... На предмет того, что мне хватает общения вот в этих встречах. Поэтому я и говорю, эти встречи, они очень нужны. И встречи, они должны завершаться вот именно отчетами. Слово отчет. Мы брали, вот почему я говорю, план... То есть, давайте я по-вотитажу, это такая прям уже конкретная персональная ответственность. Конечно. И более того, законом закрепленная сегодня. Законом закрепленная? Законом закрепленная. Да, да. И теперь избиратель наш, ему право дается, он не будет просто там ходить за, извините меня, за кандидатом, или вернее за кандидатом, а потом уже за депутатом, потому что он по спичечному составу идет. А здесь конкретно, вот в этом округе, это наш... Проходи и все, и рассказывай. И отчитывайся перед нами, мы тебе будем задавать вопросы сегодня. Ну, теперь понятно, но как бы... Это большое преимущество. И самое важное, вот на этих встречах, вот вчера я говорю, был на 10-м, чуть ранее был на 4-м микрорайоне, и старшее, и среднее поколение, и младшее поколение, все они сегодня это одобряют и понимают все, что действительно отчет, он нужен, вот отчет. И тогда будет конкретный вопрос, конкретная тема, конкретные проблемы и так далее. Ну, а потом, вот с точки зрения практики даже возьмем, вот депутат, который избран по одномандатному округу, он обязан отчитываться, ну, какой регламент примет, полгода или там, три года, в год один раз, допустим, да, отчет, если примет. Так вопрос, он первый раз придет на встречу, он, ну, к примеру, что-то сказал, со второго раза, ну, с третьего раза, ну, вариант возникает, в любом случае, к нему будут вопросы. И он не может потом уже, даже если он захочет выдвигаться, еще на один срок, да, он не может, потому что он отчет не отчитался практически за конкретную территорию. Подходит у нас заключение, но вот я хочу еще один вопрос задать. Я прочитал статью о вас в газете. Барбак отчетно считает, что патриотизм и интернационализм были в крови у многих поколений советских людей, несмотря на все тяготы и лишения. Он вырос в одной из самых многонациональных районов республик, поэтому уважение относится, с уважением относится к традициям и обычным разных народов. Что для вас патриотизм, Женок Ильич? Ну, в той же статье я, как раз, я, кстати, понятно, все, наверное, разъяснить и сказать невозможно, потому что говорят, что то, что у тебя в душе, ты эмоционально его не можешь передать. Также каждый из нас по-разному ощущает и принимает. И вот когда главным принципом, вот когда мы в основном ссылаемся или делаем ссылку на ведущих философов, ученых и так далее, но и мы должны помнить о том, что все, что исходило из поговорки и послойцев, допустим, на родном языке, почему, когда я его часто цитирую, вот это реальная жизнь, этнопедагогика, это реальная жизнь, когда люди шли по степи и сами видели, чувствовали, или пройдя, или испытывали, и они об этом говорили. И вот когда есть такая поговорка, она говорит так, то есть одежда не может быть без воротника, равно как и человек не может без старших сегодня. И поэтому главным принципом сегодня является, безусловно, это трепетное отношение. Трепетное отношение к старшему поколению и уважительное отношение, в том числе, к младшему. Потому что есть другая поговорка на предмет моего вопроса. Здесь говорят, То есть всегда уважением относиться к старшему поколению, но с умилением относиться к младшему поколению, а самое главное, его вдохновлять. И вот когда мы говорим о патриотизме, это прежде всего, это надо, прежде всего для меня, лично отвечая на этот вопрос, это чтить и сохранять эти традиции. А прежде всего трепетное отношение к старшему, к младшему и к своей малой родине. Спасибо, Николай Катеринович. И еще один вопрос. Вот недавно у меня тоже на интервью был кандидат депутаты Виктор Александрович Кабаков, 43 года, он заслуженный работник, по-моему, сейчас скажу даже, по отчетному работнику общего образования. Он 43 года работает в учителем школе, и он говорит, сейчас очень такая сложная система, и получается так, что у нас, мы просто обучаем, иногда даже на воспитание не хватает времени. Хотя я тоже приведу ваше высказывание, вот процитирую, «Вод Макатеринович работу с педагогом считает высокой честью всегда с особо уважением и относительно тем, кто посвятил жизнь образованию. Убежден, что педагоги – это особая каста, их ученики становятся политиками, спортсменами и учеными, потому что в них вложены не только знания учителя, но и вся его душа. Здесь вы говорите о воспитании. На мой взгляд, сегодня в нашем образовании отсутствует такая функция, как воспитание, только образовательная функция. Поскольку я вижу, что дети приходят со школы и бегут по репетиторам. Только учиться, учиться, учиться. И мы, по крайней мере, я считаю, что такой нагрузкой сильной, мощной мы отбираем детей с детства. Как вы на это смотрите, воспитательную функцию и через все, наверное, нагрузку? Ну, вот знаете, всегда и в первую очередь надо ставить вопросы бессловно воспитания. Вот даже, смотрите, закон об образовании, федеральное закон об образовании, он же начинается, вначале идет воспитание и образование. То есть из родительской семьи он уходит в садик, в школу, там у него там учатся социализацией. То есть учитель тоже должен воспитывать. Я вот это имею в виду. Да, и вот исходя из этого, вот говоря сегодня о воспитании, да, вот Виктор Александрович, я уже, мы знаем, давно, на самом деле, в системе, вот давно работает человек, один из самых преданных людей в системе нашей образовании. Да, я говорю, что он поступил только в школу, когда я родился. Поколение выпустил, подготовил и так далее. Поэтому с трепетом говорит о патриотизме и, прежде всего, о воспитании. Вот я к чему возвращаюсь к теме, да, действительно, школа всегда, и вообще система образования, это было основополагающим, а точнее, скажем, залогом успеха и создания условий для воспитания. Ведь сегодня меняется ситуация, меняется мир, меняется мировоззрение, меняется поколение сегодня, и ценности абсолютно становятся другими и так далее. Вот в связи с этим, ведь принято решение сегодня на федеральном уровне, даже внесено это в закон о том, что сейчас в обязательном порядке вводится в учреждениях образования советник, помощник советника, директора школы по воспитательной работе, равно так же, как и в университетах. Вот на примере мы возьмем, ну, на примере возьмем отдельно, конкретно нашего университета. Мы, ну, я сам выходец с Комсомола, в том числе, я был секретарем комитета Комсомола, поэтому воспитание это всегда было, ну, заглавным. Молодежной политикой. Да, молодежной политикой работал. И поэтому сейчас, ну, допустим, на примере нашего университета, мы ведь ввели не сегодня, а мы уже несколько лет тому назад ввели А, институт кураторства. Вот, то есть, как классные руководители есть в школах, вроде бы университет, это студенты уже взрослые, пришли самостоятельные, но мы понимаем, адаптация должна быть. Вот именно адаптировать надо, воспитывать надо, погружать надо, заниматься воспитательной работой. Поэтому мы ввели должность куратора в каждых группах. Мы ввели должность заместителя декана по воспитательной работе, на всех факультетах у нас есть сегодня замдекан. И вот эта структура, система, она должна быть, и она есть. И вот в связи с тем, что вносится изменение, не внесено изменение, и с 1 сентября вводится эта должность, это же по всей Российской Федерации. То есть, что уже руководство занимается, ну, мне это очень надо. В заключении я всегда даю пару минут своим гостям, чтобы пожелать мне или что-нибудь сказать для наших подписчиков, для наших зрителей. Ну, я прежде всего благодарю за приглашение, и, конечно, обращаюсь к нашим избирателям, к нашим жителям Республики Калмики, к нашему национальному народу нашей Республики со словами прежде всего благодарности и пожеланий, конечно, прежде всего крепкого здоровья, мирного неба. И, конечно, чтобы каждый мусапусы ловдача и успех, уда кеснин керебюльдердіні күтсмешті болдықа, кезайшыгыны кевтян әлткенеге барун бейден батыр осын начинран да кутихатын, зюн бейден зору осын зейнеран кутихатын, кевтян иметта, ната, байрта, бақта, әлткенеге хамык бойн дарықтыға, әлткенеге хамык сәни дейлгердіға, кемердің дейлгерді, кешкәрін дейлгердің әлткенгі болған. Бір көбілерді. Спасибо, Ван Макатиныч. У нас, у меня даже, я подготовил вопроса, даже не хватило времени. Но ели, если будет время, Ван Макатинас, приглашу. Всем спасибо. До свидания. Смотрите нас. Это был Ван Макатинас Алаев, депутат Народного хурала, еще в настоящее время кандидат депутата Народного хурала. До свидания.